Это чемпионы Московской области по автокроссу. Химчане юных спортсменов сегодня с заслуженной победой поздравляют их родители, друзья, наставники и представители Химкинской администрации. Помимо общекомандного триумфа, ребята добились успехов и по одиночке пять наград личного зачета. Среди победителей Александр Каменев, один из самых опытных гонщиков в автокроссе почти 10 лет. Пошел по стопам отца, а сейчас он всегда рядом на каждом соревновании. Папа готовит, помогает пристегнуться, потому что не всегда может сам то, что в экипировке, то это трудно. Там помогает, я завожусь и уезжаю на старт, на пристартовую линию. Помощь и поддержка очень важны. Автокросс – сложный вид спорта, а главное – непредсказуемый. Не всегда благополучный исход зависит от навыков водителя. Бывает, подводит погода или сама машина. Техническая поломка, нехватка бензина. Опасность преследует на каждом повороте. Переворот машины, крупные столкновения – они редкость в этом спорте. За призовые места всегда идет нешуточная борьба. Были уже такие, когда человек шел, шел, был чемпионом весь год. А там на последнем-предпоследнем этапе он просто переворотку любит, и все, машина не подлежит восстановлению. Александр и его напарники – воспитанники спортивной школы по техническим видам спорта в Химках. Грамотные тренеры ведут ребят к новым победам. В прошлом году спортсмены уже стали лучшими на первенстве России. Мы очень гордимся этой командой. Мы стараемся прикладывать как можно больше усилий, чтобы им помочь. На следующий год уже разрабатывается и в ближайшее время будет принята программа по развитию общей школы по техническим видам спорта, которая включает как автомобильные гонки, так и водномоторный спорт. Сейчас в Химкинской спортивной школе по техническим видам спорта тренируют около сотни ребят. Все занятия бесплатные, график насыщенный, чтобы химчане брали новые высоты на масштабных соревнованиях. Алена Беляева, Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров. Служба новостей.